Здравствуйте! Мы в открытой студии на свободной прессе, а в гостях у нас Драган Атрифкович, политолог, генеральный директор Центра геостратегических исследований в Сербии. И, вообще-то говоря, как пишет украинская пресса, наблюдателю БСЕ, который симпатизирует боевикам, сепаратистам и прочим не очень хорошим людям. Здравствуйте, Драгана! Я очень рад вас приветствовать в Москве. И у нас к вам много вопросов. И первый вопрос, собственно говоря, как вам удалось заслужить такую характеристику украинской прессы? Что вы сделали для того, чтобы они называли вас вот так вот? Таким именем. Спасибо вам на приглашение. Я очень рада, потому что я сегодня здесь с вами. Я не толку... Это не только эпитеты такие. Есть у меня и... Меня называют агент Кремля, а тоже русский террорист. И там есть одна статья. Они написали, что я как пошла в Донбасс, чтобы там вместе со русскими террористами воевала. На самом деле моя роль никогда не была такая. Я в Донбассе была первый раз как наблюдатель на выборема, а потом второй раз я была на конференции в Донбассе, и там обсуждали об ситуации в Донбассе и об этом, что там происходит. На самом деле я не знаю, зачем они так рассматривают, но я думаю, что там пропаганда антирусская огромная в Украине уже много лет, и сейчас тоже такая. И они, как если кто-то, например, носит футболку с горбом России, он сразу как получает аппетит агента Кремля. А если у вас будет, например, футболка с флагом Великой Британии, это уже мода такая, знаете, такой тенденции. Но я думаю, что это так обычная пропаганда, и на самом деле у меня никаких связей нет с ОИПСом. Так я там пошла как эксперт. Меня пригласила локальная власть из Луганска. Они пригласили меня. Я там пошла с моими коллегами. Там были депутаты из Евросоюза тоже. Были другие политики из Германии, из Белгии, из США тоже из других странах. И наша роль была такая, чтобы мы наблюдали эти изборы, если они регулярные, как они справились. И никаких связей у нас нет ни с терроризмом, на самом деле. У русских нет связи с терроризмом там. Альдрагана, ну вот вы были наблюдателем на выборах в Луганске, да? Да, в Луганске. А как вы считаете, вот эти выборы в Донецкой и Луганской республиках, насколько они были демократические? Потому что Украина говорит, что это был фарс. Настоящие выборы только на Украине происходят. Это не выборы. Вот ваше мнение? Ну, на самом деле, это наоборот. Вы знаете, если можно сказать, что в Киеве легальная власть, невозможно, потому что там был переворот. Это был как переворот, который, так можно сказать, планировал США. И это политики там. Они не выбраны волей народа в Украине. Они на самом деле изманипулированы, чтобы работали за интересы Вашингтона и Брисъела. Значит, я могу сказать, что в Луганске выборы были полностью демократические. Там народ пошел гласовать. Они не хотели там, чтобы им США поставил какую власть. И вообще демократия, о которой они говорят, такая с финансированным цветным революциям, переворотима, это не демократия. Демократия есть воля народа. Народ в Луганске и в Донецке слободно гласовал и сам выбрал там власть. Никаких прессий там не было. Мы нормально разговаривали там и с народом, и с солдатами, которые там были. Как я занимаюсь с журналистиком, я тоже там как хотела поразговаривать, рассматривать эту ситуацию. А я вам могу сказать, что эти западные политики и журналисты, которые выступают за это, что там терроризм, там какая агрессия, они никогда не были там. Они пишут это только поэтому, что, например, CNN либо BBC эту пропаганду заступают, и они только пишут, как они читают на BBC. Они никогда там пошли, никогда не были там, чтобы своим глазами уверились и увидели, как на самом деле, что происходит в Донбассе и что происходит на Украине. Мне очень жалко, потому что народ в Украине, можно сказать, изманипулирован. Я думаю, что большой роль в этом имеют западные СМИ. И на самом деле они не могут понять, что там причина войны нет этническая, но политическая. И политическая, как я сказала, по желанию Вашингтона. У нас была война, у нас большой опыт в Югославии, в Сербии. И у нас, можно сказать, тоже самая такая ситуация была. Мне очень жалко, потому что народ не понимает, что случилось уже 25 года назад. И что это тоже самый сценарий. Андрагана, а выборы на Украине? Вот сейчас там разворачивается предвыборная кампания, предстоят местные выборы, и очень жесткая такая кампания идет. Как Вы смотрите на эти выборы? Как Вы оцениваете там ситуацию? Приведут эти выборы к изменениям на Украине или это фарс? Как Вы считаете? Вы знаете, когда одна страна, можно сказать, оккупированная, и когда политическая сцена полностью под внешним контролем, там очень тяжело организовать в каких-то выборах. Потому что, может быть, что альтернативы вообще нет. Что так политики общие, которые там сейчас выступают, и у них никаких идей, может быть, нет. Может быть, что они только там, чтобы выступали за чужих интересов. Я об этом говорю, потому что, как можно сказать, что в Сербии очень сложная ситуация. Поэтому, что у нас уже 15 года, можно сказать, что США там контролирует политическую сцену Сербии. Они на самом деле создают и новые партии, контролируют партии, политики. Есть у нас такая ситуация, в пример, что около 60-70% народа за стратегическое сотрудничество между Сербием и Россией. А на самом деле в нашем парламенте сербском сейчас нет ни одни партии, которая выступает за стратегическое сотрудничество между Сербием и Россией. Только там у нас только еврофанатичные партии, можно сказать, которые хотят против воли народа, как Сербию там интегрировать в Евросоюз. Драгана, вот вы как-то сказали, что думать, будто Европа принесет Украине процветание, это глубочайшее заблуждение. Почему вы так думаете? На Украине сейчас все-таки еще очень и очень много сторонников того, чтобы Украина стала более европейской. Может быть, вошла в ЕС, если ей позволят. Почему это плохо? Ну, вы знаете, очень понятно, какая плохая ситуация в Евросоюзе. Мы знаем, что случилось с Грецией, в пример, с Испанией, с Италией и с другими странами. В пример, есть Восточная Европа, Булгария, Румыния. А с временем, когда они стали членом Евросоюза, там стало только хуже и хуже. У них больше нет своего производства, сельско-хозяйского. В пример, в Булгарии раньше было много. Она была знакома по производительству перца, в пример, а сейчас она экспортует перец. Значит, там уничтожены... Импортируют перец. Импортируют, да, извините. Значит, там уничтожена полностью индустрия в этих странах. И есть огромные экономические проблемы, проблемы с безработницами. Я это уверенно могу сказать, поэтому, что Сербия уже 15 года находится в этом процессе евроинтеграции. Я могу сказать, что в Сербии тоже стало только хуже и хуже. Когда мы были под санкцием, я думаю, что тогда можно было жить, но сейчас очень тяжелое. Сейчас безработница большая, около 50% молодежи в Сербии не имеет никакой работы. И что можно ожидать, когда в той же самой ситуации, можно сказать, с Евросоюзом? Там около 25% безработницы. Как можно надеяться, что нам будет лучше, если мы будем в этом Евросоюзе? С другой стороны, у нас есть возможность использовать договор с Россией. У нас есть договор о слободной торговле. Но на самом деле для нас проблема, поэтому, что наша индустрия тоже уничтожена. На самом деле она уничтожена бомбардировкой в Сербии в 1999 году. А потом через этот процесс приватизации и транзиции она стала еще хуже. Значит, вообще непонятно, какие бенефиты Сербия может получить в этом Евросоюзе. А сейчас не может как использовать этот контракт с Россией. Поэтому у нас проблема такой еще, что Евросоюз давит сербскую власть, чтобы они тоже ввели санкции России. Потому что они рассчитывают, что мы как кандидат за Евросоюз должны согласить свою внешнюю политику с Евросоюзом. Но на самом деле я думаю, что это невозможно, потому что народ в Сербии прорусский. И если бы власть на это пошла, это бы было закончено с этим. То есть власти не присоединят Сербию к санкциям против России? Народ против этого. Я думаю, что если бы они это хотели, там бы были какие-то социальные немиры и какие-то конфликты. Потому что народ не хочет, нет вообще возможно поддержать такую идею. Но вот сейчас Россию критикуют западная пресса за участие в военном конфликте в Сирии. Когда российская авиация бомбит ИГИЛ, исламское государство, боевиков, террористов. Это объявляется ударом информированному населению. Может быть это изменит позицию Сербии? Может быть это сербское руководство зацепится за этот аргумент западной пропаганды? Ну вы знаете, они могут как затепиться что-то год. Но сербский народ, он прорусский, он так рад, что в этом моменте Россия пошла на помощь Сирии. И они думают, что в будущем Россия будет снова, будет большое влияние России на Балканах тоже. И это для нас, можно сказать, одна надежда. Не верю, что у них может как с этим аргументом, что они могут преднарод стать. Но на самом деле там у нас есть такая антирусская пропаганда прозападная. Есть и антисербская, потому что наши интересы это один. И быть прорусский, значит быть и просербский на самом деле. Проблема такая в Сербии, что сербские СМИ полностью под контролем Запада. В пример, несколько дней назад, когда был митинг здесь в Москве против поддержки Сирии, там было около, я не знаю, 50 человек, может быть. Но в Сербии, в сербских СМИ это была ударная весть, что в Москве идут демонстрации против интервенции в Сирии. Что русский народ против такой интервенции. Это на самом деле ложь. Дорогана, а как вы относитесь к российской военной операции в Сирии? И как вы думаете, велика ли вероятность того, что Россия увязнет в Сирии в этом конфликте, как в Афганистане? На что, мне кажется, надеются Соединенные Штаты? Ну да. Но я надеюсь, что это будет краткосрочная... Это нет интервенции, это помощь, так сказать. Потому что легальная власть этой стране пригласила Россию помочь. Это нет никакой интервенции. И не можно как это сравнить, например, с бомбардировкой НАТО, Югославии, Ливии и других странах. Я надеюсь, что это будет краткосрочная интервенция. И что получится в кроткое время, чтобы там поддержка России с неба и на самом деле там, чтобы сирийское войско успело как с этими проблемами решить эти проблемы с террористами. Я там читаю, как они уже бежут в других странах. Но на самом деле это будет как проблема и в других странах. Это на самом деле мировой проблем с терроризмом. И мы видим, что уже от развала СССР, можно сказать, и от, может быть, и югославянский конфликт, и бомбардировка Сербии, это как начало, это с этим начало, что сегодня происходит, можно так сказать. А от этого времени, как мы видим, что НАТО и США только они продуктуют хаос в судах, в других странах, которые раньше были стабильные страны, как Ливия, как и Сирия, как и Югославия на самом деле. И Югославия была очень стабильная страна. Значит, они только происходят хаос, терроризм, финансируют терроризм, сотрудничают с террористами. И у нас такой опит тоже самое в югословянском конфликту, когда они обучали и финансировали босанских мусульманов, хорватскую армию тоже, тоже они сотрудничали с УЧК террористами на Косово-Метохии. Значит, для них никакой проблем нет сотрудничать с террористами, если это есть у интересу Вашингтона. И я думаю, что точка поставлена в Сирии, и что это надо было так поступить. Сирийский народ на самом деле благодарен России за это. Я уже сказала вам, что в Сербии тоже такая поддержка, и что сербский народ тоже надеется, что Россия будет помогать нам в будущем, чтобы мы начали с интеграционными процессами. Потому что в прошлом у нас были только дезинтеграционные процессы и разрушительные процессы, которые до сих пор мы не обстановили. Они и сейчас, и дальше идут. Драгана, а как вы думаете, Сербия могла бы участвовать в евразийской интеграции, в построении какой-то такой вот торговой, экономической, экономического блока? Ну да, я уверена, что за Сербию это большой шанс, чтобы она сотрудничала с этими институциями Евросоюза, и БРИКСа, и с какими другими альтернативными институциями. Потому что мы видим, что за нас сотрудничество с Евросоюзом общее невозможно. Есть один пример, наши люди, которые занимаются сельским хозяйством в Сербии, они получают около 2% из общего бюджета помощи из сербского. А в Евросоюзе это процент около 40% из общего бюджета. И у нас такой договор о свободном импорту европейских продуктов. И на самом деле сербские люди не могут конкурировать с этими продуктами из Евросоюза. Значит, вообще для нас никакие возможности поставить своих продуктов на рынку Евросоюза, но возможность есть такой огромный большой рынок евразийского пространства, на самом деле и России. Значит, я уверена, что это огромный шанс за Сербию. И не само за Сербию, я уверена, что это шанс за Европу. Если она хочет решить свои экономические проблемы, которые существуют много лет назад, она может только сотрудничество с этими крепкими странами, у которых здоровая экономика. С Россией, с Китаем, с Индией, с другими странами Брикса. Но мы видим, что это как экономика, не знаю, как сказать это по-русски, это все привидит к такой экономике. Значит, эта экономика заснована бумагами, нет на реальной, на какими реальными ценностями. И она в будущем не может так никаких проблем решать и не может никакой альтернативы. Драгана, а может быть этот страх альтернативы, страх возможности построения какой-то Евразийской конфедерации из различных стран, торговой, экономической, политической, он оттолкает Европейский Союз и Соединенные Штаты за его спиной на агрессию. Вот сейчас президент Польши недавно заявил, что необходимо объединять силы против России. Что он имел в виду, как вы полагаете, какие силы он хочет объединять? Не знаю, на самом деле это идея Вашингтона. Они хотят объединять силы в Европе, и они реализуют конфликт между Европой и Россией. Это не натуральный конфликт, можно сказать, потому что мы натурально усмирены одни к другим. Но если бы связи экономические, политические, другие между Европой и Россией, если бы они были крепкие, это про США, значит, как конец, как роли полиции в светском мире, можно сказать. Так, значит, им нет, не существует такое сотрудничество между Европой и Россией. И вот про это, что Польша, этой Польшей политикой говорит, вообще в Польше антирусская политика заступлена. Я смотрела, например, когда был этот ужасный, как злочин в Одессе, и никакие реакции там Евросоюза на это было. Какая это демократия, слобода, зачем они, как они так равнодушны на это, что там происходило. А потом Дональд Туск сообщил, что за этого отговорность России. Нет, понятно, какая отговорность России, когда мы знаем, что там пошли экстремисты, которые были манипулированы, и которые поддержали эту киевскую власть, и что они там сделали это ужасный злочин. Вы как-то написали в одной из своих статей, что Россия готовит судьбу Югославии, и за экономическими мерами последует прямое воздействие какое-то. Каким может быть это прямое воздействие на Россию? Прямое воздействие... Ну, какое-то, то есть не экономическое, а политическое воздействие на Россию. Каким может быть дальше? Дальше. Какое-то сотрудничество между Россией и Сербией политическое? Нет, нет, как Запад. Как Запад будет воздействовать на Россию? Кроме экономическими санкциями и политически. Как еще? Ну, не знаю. У них нет много ресурсов, как они могут действовать на Россию. На самом деле, Россия нет маленькой Сербии, и они над нами тоже попробовали в своих методах. И цветные революции, и бомбардировки, и санкции. Но с Россией это невозможно. Мы видим, что ваша экономика очень хорошая стоит. Ну, не совсем. Сейчас обсуждается уже кризис в российской экономике. Ну, как, эти санкции не имеют такой эффект, как был в Сербии. Ну, не санкции вызвали кризис в российской экономике. Ну, я знаю, у вас других проблем есть, внутренних, и это надо решать. Проблемы с Национальным банком, другие, может быть, и законодавные акты, такие, чтобы вашу экономику, чтобы она была в службе вашего народа, можно так сказать. Таких проблем есть. Но, на самом деле, я уверена, что, как экономика России, Китая и других странах, больше крепкая от экономики США. США, потому что, я уже сказала, в США больше никаких ресурсов нет. Они только распечатают эти доллары. Ну, нет, понятно, какая у них стратегия. На самом деле, я думаю, что стратегии нет. Стратегия была та, бомбардировать другие страны, как, чтобы получить ресурсы в других странах. Вы помните, когда генеральный секретарь США, Мадлен Олбрид, уже много года назад сказала, что Сибирь не должен быть только русской, что там много ресурсов, и что каждый мир должен располагаться этими ресурсами. Значит, их стратегия такая, чтобы они бомбили другие страны, и чтобы, как получили ресурсы, нафть там, что-то еще. Я думаю, что это больше невозможно. И что сейчас эти структуры, институции мира экономической, как Мировый банк, ММФ, они тоже не могут больше решать никаких проблем. Мы видим, что эти меры, которые они приписывают другим странам, например, в Греции, они только происходят негативные эффекты. Никакого позитивного эффекта там нет. Уже много года, с 2008 года, когда началась эта большая кризис, это такая ситуация. А альтернатива есть, это так, банк развития БРИКС, который сформированный, чтобы финансировала стратегические проекты, инфраструктурные проекты, проекты развития. Это такая альтернатива есть. Я думаю, что эти институции, которые сейчас существуют, не могу ничего нового как... А как вы смотрите на попытку Соединенных Штатов создать Транс-Тихоокеанское партнерство и тут же Транс-Атлантическое партнерство, то есть с Европейским Союзом в качестве младшего партнера? И вот это не усиливает позиции Вашингтона в Европе? Ну, усиливает. На самом деле, но есть там много противников этого договора, потому что народ в Европе начал понять, что и эти санкции, которые они ввели в Россию, они против их. Они больше там, как сказать... У них больше проблем с этими санкциями, я думаю, не в России, потому что так бизнес в Европе, а он, можно сказать, не знаю, это слово по-русски, у них нет альтернативных рынков. Русский рынок огромный. Например, как Германия экспортует машины, автомобили в России. Я думаю, что Россия большой покупатель германских автомобилей. Безусловно. Ну да. Если, например, не знаю, какая ситуация, если бы Россия ввела санкции по машинам и по автомобилам, я думаю, что бы там настал коллапс. Ну, а Россия почти ввела такие санкции, просто перестали люди покупать автомобили, как раньше, из-за кризиса. Ну да, я знаю. Ну, я знаю тоже, что у вас есть такие договоры, пример, как ЕСМРТ работает в России, он работает, тут работают русские люди, и по русским законам. И постепенно компания должна создавать производство деталей здесь. Да, да, в России. Такова была политика. Которые защищают в ваших интересах, на самом деле. Антрогана. Ну, вот НАТО, такая организация, которая, как НАТО само себе говорит, мирная организация, мирно расширяется. Да, это гуманитарная организация. Гуманитарная организация. Какая угроза в реальности исходит от этого расширения НАТО и для России, и, может быть, для Сербии? Ну, в Сербии уже есть большой апит с этой гуманитарной организацией. В 1999 году они начали бомбардировку Сербии без решения Совета безопасности ООН, значит, против закона. Они бомбили 78 дней Сербию, и там они сручили около, не только, прецизно 15 тонн ураниума, какого это, осиромашенного, как ураниума, значит, не знаю по-пару... Брой заряда с урановым корпусом, может быть, какий? С плавом с ураном? Обедненный уран. Обедненный уран. Да, 15 тонн. Значит, это гуманитарная организация. На самом деле, от развала СССР они начали штурм на постсоветское пространство. Они сказали Горбачеву, но тогда никакого договора не было, что они не хотят распространяться на пространство бывших Советского Союза, но, на самом деле, мы видели, что это была только одна из ложи, и что они сразу начали штурм, как я сказала, на постсоветский простор, на юго-восточную Европу. А можно сказать, что моя страна, Сербия, то есть Югославия, стала первым жертвом этой агрессивной американской политики, которая начала с временем развала СССР, к сожалению. Значит, это НАТО. Можно сказать, что Вашингтон через НАТО постоянно хочет сделать конфликт между Европой, европейскими сторонами и Россией. Они уже как поставили много базы в Европе, так и в Сербии, как база Бонстил, большая американская база, поставлена в Сербии. И я думаю, что мира не будет, докли не будет разоружена эта НАТО-организация. Антрогана, но когда дробили на части Югославию, Соединенные Штаты, Европейский Союз, очень много сил потратили на то, чтобы убедить малые народы, входившие в Югославию, что сербы их оккупировали, затащили в эту некомфортную, ужасную Югославию, где невозможно жить, плохая страна, все плохо, то есть внушить ненависть. Вот насколько отрезвели как раз сейчас жители Косово, мусульмане, хорваты, как они изменили свои отношения к прошлому, к Югославии, сегодня к сербам? Ну, видите, то же самое происходит, такая ситуация и с Россией, и с СССР, что другим странам тоже они говорят, как СССР был какой оккупатор, и так сербы тоже были оккупаторами. На самом деле у СССР большая державотворная традиция, у нас уже много лет у нас есть своя держава, а эти маленькие страны, которые сейчас получили свою державотворность, в истории никогда у них не была своя страна. Значит, это тоже такая пропаганда, но на самом деле, как и вы сказали, можно смотреть на нынешнюю ситуацию, в примере Косово и Метохи. Это есть хороший проблем, потому что, когда эти албанцы с Косово и Метохи жили в Югославии, у них было там большое право, они могли в школу пойти, в социальные программы были, и вообще там было много респекта для них, потому что у нас была такая пропаганда, нужно, как в Югославии, сохранить братство. На самом деле, это было у сербов, но мы так и обходились. Они и братья, хорваты тоже, независимо от истории, что там в истории мы воевали, они, можно сказать, что и албанцы, и что хорваты были и в первой, и в второй мировой войне на стране агрессорской. Значит, в первой на стране Австро-Вигрии, в второй на стране нацистов. И такая пропаганда, но на самом деле сейчас что происходит? Они отделили, так можно сказать, физически Косово от Сербии, но это есть нелегально, и они не могут это легализовать никогда, потому что по международному праву и по резолуции 12.44 Косово и Метохия есть сербская, по крайней мере, автономная территория, регион. Значит, они не могут это легализовать, они все это нелегально сделали. Это Бресельский договор тоже нелегальный. Он против международного права, резолуции 12.44, и против закона сербских, против закона Сербии. Но они, можно сказать, физически отделили, поставили границу между регионом Косово и Метохией и Центральным Сербиям. И что там происходит? Они инсталировали там террористические власти. Эта власть, так называемая власть, она полностью это террористы, которые были в террористической организации УЧК. И они занимались тоже торговым органом, людских органов. И они сейчас там репрезентуют Вашингтон, потому что они свое желание там могу за это, что сейчас они там власть, они могу благодарить США. Конечно, Бресель на Усть-поддержку. И что сейчас происходит? Когда начался этот поток мигрантов, первое начало миграции албанцев с Косовым и Тохи в Германию, а потом эти биржанцы из Ближнего Востока, а потом они пошли в Евросоюз. Я дала интервью за немецкий журнал «Цуэрст». Это было в августе летом. И вопросы были, что происходит на Косовом и Тохи. Зачем так много албанцев приезжают в Германию, они хотят там получить документы. И я сказала, что происходит это, что вы там на силу им дали страну, так называемую наркотеррористическую державу. И они не знают, что с этим делать. Больше у них никаких прав там нет. Они не могут работать. Индустрия тоже уничтожена. Нет работы? Нет работы, нет. Обычный народ и албанские там не видят никакого будущего. Это не повторяет ситуацию на Украине? То есть Украина не повторяет эту ситуацию сейчас? Ну да, повторяет. Повторяет, да. Но на самом деле нет только Украина виновата, а тоже Евросоюз. Потому что Евросоюз слепо следит за интересами Вашингтона уже много лет на уши народа, который живет в Евросоюзе. И на самом деле там виноват и Евросоюз, и украинские власти, которые манипулируют там. Но я уверена, что как... И мне жаль, что народ в Украине не понимает, что они их не ждут ничего хорошего в этом Евросоюзе. Дороган, ну вот на Украине недавно приняли закон, который предоставляет воинам украинской повстанческой армии, то есть тем самым бандеровцам, статус борцов за независимость Украины. То есть они стали как бы героями. Как вы на это смотрите? Какие последствия, главное, это может иметь? Ну, к сожалению, это тоже самая ситуация, как, например, эти герои у ЧК-террористы. Они стали тоже героями с поддержкой США там в Косово и Метохии. Я знаю, кто может быть герой, кто пошел бомбить свой народ. Вы знаете, я там была, я выдала и разговаривала с людьми. Я видела, как они разбомбили школы, детские сады, больницы. Вы говорите о Донбассе. Да, я говорю о Донбассе. Я говорю о Донбассе. И не знаю, какой герой это может, как может назвать героем. Ну, упает образец для нынешних бандеровцев. Ну да, на самом деле есть и история такая, как я сказала, как албанцы и хорваты были на стороне нацистов, а тоже есть такая ситуация и с Украином, и тоже есть и с бусанскими мусульманами. У нас была СС-дивизия Ханджар, тоже. Вот есть Галития, СС-дивизия. Значит, история повторяется, можно сказать. Повторяется в виде фарса. Один раз в виде трагедии, другой раз в виде фарса, правильно? Ну да, вы знаете, я не могу верить, как я слышала о этих киевских политике, что они сказали, я ценю, он сказал об этом, что СССР оккупировал Украину во время Второй мировой войны. Что это значит? Это значит, что Гитлер бил освободителем? Я вообще не понимаю. Да, но с точки зрения украинской повстанческой армии, бандеровцев он был освободителем, они это не скрывали никогда. Да. Ну, есть такая тенденция фалсификования истории, манипулирования. Есть, как уже много года, мы как свидатели того, что они постоянно, американцы, в примере, в Евросоюзе хотят репрезентовать себя как освободители. Вы помните, когда Барак Обама рассказывал, что его деда освободил Аушвиц, это лагерь. В общем, там непонятно. Может быть, он белорусский. Вот, тоже у нас был такой пример. Это результат, наверное, постмодернизма. То есть, истина не имеет значения, можно говорить все, что угодно, лишь бы тебе поверили. Ну, да, никакой там аргументов нет. Как из советской армии, где большинство белорусских погибло около 25 миллионов человек. А вот колку американскую, около 400 тысяч жертв. И они говорят, что они освободили Европу от нацизма. Как это возможно вообще? У нас был такой пример, когда президент Российской Федерации Владимир Путин приезжал на парад победы в Сербии. Потом посол США сказал нам, зачем вы не пригласили там украинцам, потому что Белград освободила украинская армия. Это на самом деле был украинский фронт, это была Красная армия. Там у нас был Жуков, который рус, на самом деле. Но они вообще не понимают, история не важна, потому что у них нет много в истории, на самом деле. И они настаивают эту историю, как сказать... Делают все, что хотят с ней, да? Нет, что же хотят, чтобы ее не было вообще. Вы знаете, они разрушили около 150 сербских монастыров из 12, 13, 14 века на Косу и Метохе. Разрушили Клабичи, а потом Саудийская Арабия, США и другие страны, они финансировали как создание религиозных объектов албанцев. Но они постоянно как хотят изменить историю и физически, и с документами материальными. Если нет, как в нашей церкви, там, из 13 века, тогда они будут говорить, что они там уже с 9 веком они там были на этой территории. Но тогда будет легче фалсификовать. Поэтому мы можем смотреть, что террористы тоже в Сирии разрушили Палмиру, тоже в Ираке разрушили. Они вообще разрушают историю, культуру. Мне кажется, Соединенные Штаты этим нисколько не обеспокоены. Им все равно. Ну, они это поддерживают, потому что они хотят... Я скажу, что у нас нет проблем с американской культурой. У них есть какая-то культура, есть какая-то история. Она не так долго, как сербская, например. Ну, есть какая-то такая. Но у нас нет проблем с культурой Америки. У нас проблем такой, что они хотят принять свою культуру, чтобы мы приняли культуру Америки, а чтобы сербской истории и культуры не было общей. Это такой проблем. И нет столько в Сербии, они хотят это и с другим странам, чтобы я... Драгана, вы сказали в начале нашей беседы про беженцев, про иммигрантов, поток которых сегодня устремился из стран Ближнего Востока в Германию, в Великобританию, во Францию. Они проходят через Сербию. Что вы думаете об этом движении иммигрантов? Что это за люди? Куда они идут? Почему они туда идут? Кто их направил? И, может быть, они сами выбрали этот путь? И к чему это приведет самое главное? Как это изменит Европу? Да, вы знаете, в Европе будет большой проблем с этими иммигрантами, потому что она изменяет архитектуру Европы. Сербия является транзитным страном. У нас никакой возможности нет сохранить, то есть обеспечить жизнь этим беженцами, потому что у нас есть проблемы с нашими, так сказать, беженцами. Это сербы, которые жили в Хорватии, в Боснии-Герцеговине, в Косу и Метохии, где их этнически почистили. Значит, мы не решили проблемы своих беженцев, сербов, и у нас никакой возможности нет решать таких проблем с беженцами Ближнего Востока. На самом деле у нас никаких социальных программ нет, стратегии тоже нет, чтобы их со своей стороны, чтобы они жили в Сербии в будущем. А на самом деле, как Сербия никакой не виновата в уничтожении страны этих беженцев. Значит, мы не участвовали в бомбардировках Ливии, например, в конфликту в Сирии, в Афганистане и в других странах. Проблем такой, что Евросоюз через НАТО и через следование американской политики на самом деле виноват за несречу этих людей. Я думаю, что проблему надо решать невозможно, так как эти политики Евросоюза, они вообще нет, никакие отговорности у них нет за то, что они делают. Они постоянно хотят решить, сколько будет принять беженцев, они создают стены там, какая-то демократия, свободное движение в Европе, если они создают стены. Никакой свободы это нет. Значит, они не могут таким образом решать эти проблемы. Первое, они должны сказать, что они тоже виноваты этим проблемами. Например, не знаю, и эти державы европейские, которые в НАТО, они, если они нет, как были там и бомбили, они существуют в бюджету НАТО. Значит, они носят отговорность за это, что происходит. Это первое. А второе, значит, как надо эти проблемы решать. Надо стабилизировать ситуацию в этой стране. Значит, надо помочь легальной власти. Это что, на самом деле, делает Россия. Она помогает легальной власти в Сирии, Башару Асаду, чтобы стабилизировал, чтобы первый прекратил конфликт, а потом стабилизировал страну. И надо снова создать все это, что разрушено. Это агрессивная политика. И таким образом только можно решать проблемы. Значит, Европа в будущем, если она хочет выживать, она может только у сотрудничества с Россией и с другими странами, мировыми, которые серьезно хотят решать проблемы с терроризмом, и помогать легальными властами, чтобы эти первые конфликты были разрешены. И чтобы снова создали это в стране, так сказать. Чтобы там они, эти люди, могли снова начать жизнь, так сказать. Дорогано, извините, вот Соединенные Штаты, Европейский Союз, они все время атакуют, все время куда-то расширяются, куда-то движутся. И в конфликте с Россией они по-крупному выигрывают. Или просто даже не в конфликте, а в каких-то крупных конфликтах. Они выигрывают, они забирают что-то большое. А в малом проигрывают. Вот, например, Украину они получили, а Крым взял и ускользнул, присоединился к России, Донбасс тоже отделился. Как можно победить здесь вот эту как раз экспансию США и Евросоюза? Как начать строить что-то новое, о котором вы пишете? И каким должно быть это новое в Евразии? Ну, так и как и вы делаете. Значит, Россия, как она ведущая в создании этих новых ценностей, новых международных отношений. Потому что, можно сказать, что международные отношения полностью разрушены. И что международное право не существует. Значит, это началось с бомбардировки в Сербии. И они с этого времени ввели право сил. Значит, надо новое международное отношение создать, новые ценности, новые системы, новые институции. И на самом деле Россия так и делает. Значит, есть, альтернатива может быть по безопасности ОДКБ, может быть как и другой Евразийский союз безопасности, не знаю. На самом деле, по экономике есть банка развития, есть союз Евразийский экономический союз. Значит, альтернатива есть. И по этим образом надо решать проблемы. Но, как я уже сказала, что Европа не имеет никаких больше возможностей получить какой шанс за развитие своих стран в сотрудничестве с Америкой. Просто это уже много год назад сотрудничество с Америкой для Европы только разрушительно. Дорогана, ну вот вы пишите, что для Сербии выживание возможно только в союзе с Россией. А изменятся ли настроения, изменятся ли взгляды, ну не только сербов, да, а изменятся ли взгляды поляков, венгров, то есть граждан других стран Европейского союза, для того, чтобы эти страны были открыты к сотрудничеству с Россией, а не находились в конфликте, следуя за Брюсселем, за Вашингтоном? Ну, вы знаете, большой проблемой есть эта манипуляция с пропагандой СМИ. Около 50% народа в Сербии есть за Евросоюз, а около 70% есть за сотрудничество стратегическое с Россией. Но наши власти говорят об этом, что это невозможно вместе сотрудничать и с Россией, и с Евросоюзом. Но они говорят, что это возможно, но на самом деле это невозможно. И проблема этих медий, потому что там постоянно и в Сербии, они там свою пропаганду, как они говорят, что в Евросоюзе хорошо, люди думают, что там будут получить работы, и что уровень жизни будет лучше. И на самом деле такой проблем, я думаю, есть и с другими странами. Вот я уже сказала, что такая пропаганда есть и на Украине. Что можно сказать, пример есть, открыто американская администрация сказала, что она дала около 5 миллиардов долларов за развитие демократии в Киеве. Значит, она как деньги дала каким экстремистам, чтобы они там произвели хаос в Украине, а как Россия уже дала около 100 миллиардов долларов за проекты развития, инфраструктурные. Я говорю... Вы имеете в виду международные проекты какие-то? Международные, энергетические проекты, так, много года назад. Так, вы там... То есть за большое количество лет, вы имеете в виду, за много? Да, 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 за много, много. А американцы только вложили там 5 миллиардов долларов, и что там начал Майдан, там начала война. Надо бы иметь в виду об инвестициях, российские инвестиции на Украину и американские вложения в украинскую политику. Да, да, да. И результаты этого. Ну, такой проблем есть и у нас. В пример, за Сербию огромная шанса была энергетический проект Южный поток, трубопроводный Южный поток. Это была огромная шанса развития Сербии. Но там такая пропаганда была, что народу вообще не было понятно, что это у нас будет большая возможность экономическая и возможность развития с этим проектом. Там на самом деле антирусская пропаганда, и они постоянно, как там, такую пропаганду против этого проекта пропагировали в Сербии. Значит, проблем есть такой. В России есть хорошие решения, есть программы развития стратегических, программы энергетических, но народу это непонятно, потому что в этом большой роль имеют медиа, имеют СМИ, имеют какие-то тоже некоммерческие организации, работники, которые там лоббируют, можно сказать, за интересы Вашингтона. Дорогана, большое вам спасибо за интересную беседу. Вы действительно нам очень много нового рассказали, и мы будем рады видеть вас снова, как только вы опять будете в Москве. Я напоминаю, что у нас в гостях была Дорогана Тривкович, аполитолог, генеральный директор Сербского центра геостратегических исследований. С вами был я, Василий Колташов, мы были в открытой студии на свободной прессе. Всего доброго, до свидания, Дорогана. До свидания, спасибо. Субтитры подогнал «Симон»